Всем привет! И с вами Рин Тянс, канал Арина ЛПС. Сегодня немного необычный формат видео, и сегодня я хочу поговорить о чём-то, что волнует вас. Вы частенько стали мне в последнее время писать на эту тему, и поэтому я решила, почему бы не поговорить с вами об этом вот так напрямую. К тому же меня саму волнует эта тема, и я думаю, что она действительно достойна внимания. Как вы могли заметить, за последний год-полтора очень большое количество LPS-туберов, кстати, очень хороших и популярных LPS-туберов, перестают снимать свои видео. Некоторые из них просто закрывают свои каналы и полностью прекращают свою деятельность на Ютубе. Другие же просто перестают снимать видео и исчезают куда-то. Подписчики спрашивают у них, куда вы исчезли, они не отвечают. То есть они точно так же исчезают, но при этом их каналы остаются, их контент остается, и мы можем его посмотреть. Есть ещё и такие, которые находят себе различные отмазки. Вот как раз самая популярная отмазка за последние полгода — это я устала от пэтов, меня они не вдохновляют, мне не нравится снимать видео с игрушками, поэтому, наверное, я перестаю снимать, буду снимать в виде трекового формата. В итоге они либо продолжают снимать так же, как и снимали, либо вообще перестают снимать, и всё. Многие из вас пишут мне об этом, пишут, что ЛПС-туб уже не тот, и скоро эра ЛПС-туберов закончится, не будет никого нового, что же делать, лентян помоги, лентян спаси. Раньше меня эта тема не так сильно волновала, я думала, что если уйдут старые, значит придут новые, значит будет новая эра. Точно так же, как это было в 2015, по-моему, году, или в 2014, когда ушли Фируза, КПШ стала аксиомой, и стало меньше снимать видео. Сейчас же этого не происходит, то есть старые ЛПС-туберы уходят, и новых особо не появляется. И это начинает настораживать на самом деле. Вот сегодня, например... Сегодня? Сегодня какое число? Двадцатое. Вот сегодня, 20 декабря, если кто смотрит это видео позже, Смайлик Чи сказал, что она охладела к Пэтам, и не может снимать сериал ЛПС, будет снимать только клипы или какие-то более развлекательные видео. И, честно говоря, я немного расстроилась из-за этого, потому что мне безумно нравился её сериал... Железное сердце? Я не помню, как назывался её сериал. И да, Железное сердце. Значит, мне нравился её сериал Железное сердце и Биг Тест. А она вдруг такая говорит, «Эй, братцы, я не умею снимать сериалы, мне не нравится, как я снимаю сериалы, я не буду больше снимать сериалы, простите». Ну ладно, это её дело, это её личный выбор, и как бы... Я его... Блин, ну я его осуждаю, получается. Но я никак не могу её запретить начать снимать сериал. Допустим, кто ещё ушёл? Сэйблум, вот это... Кто не знает, она снимала сериал «The Beast», «Чудовище», в общем, про Слендера. И снимала сериал про русалочку, замечательный сериал. Сирена там главной героиней звали. У меня плохая память на название сериала, простите, ребят. Просто очень много сериалов, я сериалов пересмотрела, особенно в последнее время. Это замечательная Сэйфи Блум, вот она просто удалила все видео с канала и закрыла канал, и всё. Боже, она стояла у меня в топе, и я так любила её видео, её такой меланхоличный стиль, вот это вот настроение. А она взяла и закрыла канал, и это действительно очень печально. Потом «Telorsweet», да, наверное, сейчас она работает над новым проектом каким-то. Но после того, как она выложила «Love Idol», по-моему, два месяца прошло с того момента, и она опять ничего не укладывает, совсем никакой информации новой, что случилось, почему так. Сейчас я хочу ответить на ваш вопрос. Я никуда не денусь. Все эти девочки, которые уходят, им в основном по 14-15 лет. Мне сейчас 17, и я учусь в 11 классе, у меня на данный момент зачёты, но я не хочу бросать это дело. Мне это искренне нравится. И да, это игрушки. Часто мои знакомые подкалывали меня на эту тему. И я сначала переживала по этому поводу. Но суть в том, что я это дело не брошу. Я уже говорила неоднократно в своих видео, что этот мир, мини-мир LPS, он так разнообразен и непредсказуем, что просто так взять и забросить его, ну это просто-напросто неуважительно. Моя мечта по жизни это стать режиссёром, стать, возможно, видеооператором. Но я знаю, что это не исполнится, хотя бы потому, что в России очень мало девушек-режиссёров, особенно популярных девушек-режиссёров, которые бы создавали замечательные картины. И плюс ко всему туда очень сложно поступить, во все эти режиссёрские вузы. Либо нужны большие деньги. Но с помощью этого замечательного мира LPS я могу создавать сериалы, я могу рассказывать истории, я могу показывать свой внутренний мир и доносить что-то до слушателя. И чтобы он что-то понял, это же просто замечательно на самом деле. Рассказывать какие-то истории, каких-то персонажей, создавать свой маленький мир. Так что вот, много болтовни о том, как я люблю LPS и сериалы снимать с ними, и вообще LPS. Просто скажу, что я никуда не денусь, ребятушки. И даже когда я выйду в институт, я буду искать возможности снимать дальше. А второй часто задаваемый вопрос, что же делать? И у меня есть простой ответ. Просто берите и снимайте. Возможно, с плохим качеством. Давайте вспомним первые сериалы Little Tailed Kidden. У неё реально была плохая камера, да и у меня была плохая камера. У меня была какая-то старая мыльница. Я, может быть, даже сейчас покажу её. Даже её смогла найти. Вот на эту прелесть я раньше снимала, вы понимаете? То есть, в принципе, он нормальный, но точно не для съемки видео. И, блин, я начала снимать. И мне это понравилось. И в конце концов у меня что-то получилось. Значит, и у вас что-то получится. Если вы не хотите, чтобы об LPS и Тобе вспоминали просто как о хорошем времени, когда девочки снимали видео с игрушками, тогда просто бери и снимай! Сделай это! ВОЗЬМИ И СНИМИ ВИДЕО! И да, есть много... А если не получится? А если меня будут критиковать? Если на меня будут издеваться? Это нормальный процесс. Это нормальный процесс, когда вас не признают в начале, когда у вас есть какие-то проблемы с освещением, с камерой, как я уже сказала. И даже, возможно, с сюжетами. Если у вас нет фантазии, как у меня, СНИМИТЕ ПО ИГРЕ! Или, может быть, по какой-нибудь книге? Это же вообще замечательно! Снимают же фильмы по книгам! Почему бы тогда вам не снять сериал по книге? А может быть, просто возьмите, да и попробуйте сами что-нибудь написать? Может быть, вы в душе великий писатель! А если вкратце, то будет существовать и развиваться LPS Туб дальше или нет, зависит только от вас. Да, пока что он не вымер полностью, потому что есть LPS Анюта, которая, не покладая рук, трудится, снимает для вас сериалы, действительно, девочка молодец и, честно говоря, от меня ей респект. Также Нека Хинамори, она продолжает снимать свои фантастические сериальчики, которые, кстати, тоже очень нравятся. Литтл Таткидет может не так часто, но все равно она выпускает видео. Это и та же Настя Смайл, хоть и не часто, но она старается, и она их выпускает. Так что тоже как бы плюсик. И ведь у вас есть я, а я вас никогда не брошу. Так давайте же не сидеть на месте, а действовать, снимать видео и продвигать вперед юных гениев. Юных гениев на LPS Ютубе. Кстати, если говорить о начинающих LPS блогеров, у которых еще все впереди, и которые метят на вершину, то это Алис Крузен и Фэри Нат. У них по 4-3 тысячи подписчиков, но они действительно снимают годный контент, и я настоятельно рекомендую тебе подписаться. И это не реклама. Они даже не знают об этом. Я просто решила такая, ах, пропиарить. Вот здесь вот будет где-нибудь. И здесь. Да, где-нибудь здесь. Ах, да, еще есть девочка, у которой почти 2000 подписчиков. LPS Good Chubby Production. Я недавно наткнулась на ее канал, и мне очень нравятся ее видео. Они такие позитивные, с очень грамотно построенной речью. И ее канал будет где-нибудь вот здесь. Тоже подписывайтесь на нее. Они классные, ребят, серьезно. Если вы думаете, что LPS Tube загнулся, то вот эти девочки еще могут все возродить. А я, в общем-то, уже заканчиваю этот болтовлог. И если вам понравился такой формат видео, то, пожалуйста, поддержите меня лайком и напишите в комментариях, что он вам нравится, и что вы хотели бы побольше таких видео со мной. Со мной, да? Ну, как бы со мной, а не с Пэтом. Если хотите, напишите, пожалуйста. Я вас люблю, и... Сайонара!